Татьяна пишет 16 часов назад. Большое спасибо. Я сейчас тоже голода. Если можно, как-нибудь расскажите о вашем опыте лечения голода в сердце и в частности мерцательной аритмии. Знаете, это я отсылаю сразу же вас к своей книге по голоданию и в частности с применением урины. Прекрасно на сердце действует. Нет вот этого дун-дун-дун-дун-дун. Всё, знаете, работает эта мерцательная аритмия и так далее. Далее поменьше, поменьше должно быть. Сердце это такой орган, который у нас очень чутко реагирует на наши эмоции. Поменьше эмоций, поменьше отрицательно, побольше радости. Сердце любит радость. Два года я уже отголодала 21, но вот уже два года голодаю только по 48 часов каждую неделю. И знаете, вот здесь, да, голод, вот я как раз до дня, когда голодал, где-то на первый день у Астанеля, второй день. Знаете, сердце отдыхало, так это бьётся мощно, там, ритмично. Но голод даёт, конечно, некоторую, ну, как бы сказать, возможность отдохнуть сердцу. Но больше на сердце влияет, если вы будете эмоционально уравновешены. Именно эмоции, будем говорить, делают сердце больным. Поэтому надо научиться управлять своим эмоциональным состоянием. Аритмия пока сохраняется, никаких лекарств я не пью, от них становится только хуже. И, естественно, почему хуже будет становиться? Потому что на эмоции они не влияют. Ну и что, что вы выбили успокоительного? Пришли на работу, допустим, там какой-нибудь оврал. И вот всё опять. Грубо говоря, взяли кредит, коллектор вам, ду-ду-ду, надо платить там за кредит. Какое там спокойствие, какое там будет сердце. И какие таблетки вас успокоят. Понимаете, это разные вещи. Врачи сказали, что всё равно будет постоянная форма ритми. Но если они не знают, как сделают нормальную форму, понимаете, вот как этот самый, ну, считают, что вот это не может быть, потому что вот они не знают. Но это не значит, что этого нет. Пожалуйста, сердце восстанавливает практически с любых состояний, разумно работая с ним, значит, давая какую-то физическую нагрузку небольшую, давая соответствующее питание, успокоение, образно-волевые настрои. Сердце очень чутко реагирует на образно-волевые настрои. И всё пойдёт, сердце нормально будет. Без всякой там аритмии. Кстати, я тоже чувствовал, вот сейчас вот я вспоминаю, там, знаете, аритмия сердца бьется. Бух, 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 потом бух, 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 бух. Вот такое вот трепетание было. Сейчас, насколько я понял, этого нет. Умейте собой владеть, прежде всего, эмоциями. И у вас ничего это не будет. И я со временем также мучаюсь, умру от инфаркта или инсульта, как все. Да инфаркт, инсульт, инфаркт, инсульт – это, прежде всего, закупорка ваших артерий. То есть разные вещи вы должны понимать, что такое инфаркт, что такое инсульт. Инсульт, значит, что там закупорились, инфаркт – это они закупорились, и какой-то участок ткани сердечной, который питал этот сосуд, он отмирает, получается вот такая вот. Значит, если вы будете, половина вашего рациона – это свежие салаты, вот, остальное там каша, немножечко мясца, я, например, мясные мясца люблю полноценный белок, куриные яйца, по куриным яйцам вообще белок оценивается, да. Ежедневно гулять хотя бы там полчаса, там часик, ну, желательно часик, вот, и спокойно себя чувствовать, да никакого инфаркта там не будет. Вы что? Все эти инфаркты, инсульты возникают из-за того, что человек безобразно питается, на праздник наелся там, потом еще разволновался, подрался, от какая-то, не может владеть какая-то новость ему пришла, там кто-то что-то там сказал, он там вспыхнул, давление туда-сюда, сосуды уже слабые, не выдержали, лопнули и так далее. Но их же можно сделать эластичными, кушайте салатики с болгарским перцем, и у вас все будет, все эти сосудики будут эластичные, сужаться, расширяться, а так они ничего-то не делают, не сужаются, не расширяются, а вы заволновались, они уже черствые стали, как трубки, раз, лопнуло и все. Я решил заниматься голодом, так как мой муж 20 лет назад по вашим книжкам вылечился от четвертой стадии рака аортами. Ну вот смотрите, тут в зависимости от того, какой рак, что там было там и так далее, во многих случаях, во многих случаях, вот эти все мероприятия, которые мной описаны, я же не описал не то, что я вот сижу, Геннадий Петрович, и тут придумал метод клизмения, и назвал его клизмения, а другой придумал тюбаж, я придумал тюбаж, чистку печени и т.д. Все эти методы были до меня, клизму еще там, тысячи лет назад все это там придумали. Так вот, вот эти вот все методы, они работают, важно, важно, их правильно применить, это как инструменты, с помощью которых вы работаете на собственном здоровье. Применяете, получается. Есть некоторые случаи, и некоторые случаи, вот как раз, мне такой был задан вопрос, вот, здоровая женщина, она, значит, начитавших ваших книг, начала над собой работать, так, голод, туринотерапия, клизма и так далее, и потом так, заработала рак матки, и, значит, ее в больнице вырезали. Ну, можно так сказать, а почему ее в больнице не смогли там вылечить, вот этот вот рак матки, а просто-напросто удалили. Вот, вот, почему вообще такие вещи происходят, когда ничто не помогает, здесь, здесь именно с человеком, значит, даже вроде как внешне здоровый человек произошли такие, или он сделал нечто такое, что сильно подорвало его здоровье, и в результате чего ему уже никакие методы не помогут, хорошие, плохие и так далее. В частности, вот смотрите, рак матки, вот было так вот сказано у здоровой женщины, рак матки, хотя она там то делала, она все сделала, и вот возникло рак матки. Если это была молодая, здоровая женщина, которая сделала аборт, то что получается? Опять-таки, это не я свои домыслы рассказываю, я рассказываю то, что я читал. оказывается, снимали, умудрились снять на камеру, что происходит, когда делают аборт. Значит, в высокочастотном поле все это делали, значит, удаляется зародыш физический, а вот эта вот субстанция, которая делает этот зародыш человеческий, она как там была, так и остается. И его удалили, а она-то развивается, и она начинает из окружающих тканей лепить себе тело по новой. Но так как нормальный процесс был сорван, то она лепит нечто подобное опухоли. Это считается за рак. Через 9 месяцев, некоторые говорят, что вот после того, как, допустим, они сделали аборт, через 9 месяцев, у некоторых, значит, испытывают состояние, будто они рожают. То есть, вот этот фантом энергетический созрел и выходит из организма женщины. У других он остается там, внутри. И при этом он лепит себе тело. Мы думаем, что организм человека, мы его там знаем и так далее, и тому подобное. Все нам там известно, все там это. Да столько вещей, которые влияют на наше здоровье. И вот так вот, будем говорить, делают различные там болячки. И потом мы удивляемся, почему это не порвало, потому что не порвало. Да потому что мы сделали нечто такое, на устранение чего надо применять совершенно другие знания. То есть, тут уже ни клизмы, ни урина, тут совсем нечто иное надо было применить. Но, вопрос, а было ли это или не было? Вот, вот так вот, чтобы применяло и это. А вот тут увеличился на четвертой стадии рака в ортоне. Пожалуйста, человек столкнулся с таким заболеванием, его же лечили, лечили, не помогли, не помогли. А что ему делать остается? Умирать? Вот если он пассивно бы следовал, но не вылечил, не вылечил, все, помил и так далее. А он, как лягушечка, в молочке, раз-раз, лапками дрыгал, дрыгал, сбил с эту, что-то там, сметанку в маслице там или это. И получилось твердо, от чего натолкнулся и выпрыгнул. Так что, вот тут я рад, что у человека это помогло. Поэтому решила вас спросить об этом. В ваших книгах часто встречаются примеры излечения этой болезни после 50 лет. ну, вообще, для того, чтобы какая-то болезнь начала у нас развиваться, мы должны создать внутри организма среду. Среда эта создается между клетками и кровью. Это, в основном, межтканевая, межклеточная жидкость. Вот тут разыграются все эти процессы, оно становится как болото, в котором размножаются различные микроорганизмы, и эти микроорганизмы сначала не ведут себя так сказать, вот будем говорить, довольно-таки сносно, порядочно, а потом они, знаете, все больше и больше и им уже этого питания мало, они начинают уже воздействовать на наши здоровые клетки и пошли, пошли, пошли. Вот вам и развитие онкологии или другого какого-то заболевания. Как только мы это все вычищаем, вычищаем, во многих случаях, я не хочу сказать, что 100% в случае, во многих случаях это прекрасно помогает. А вообще большое спасибо за вашу смелость все говорить, да, ну а что делать, как есть, в том числе и обуверенно тебе весь, спасибо. Значит, я недавно совсем сделал книгу, в конце концов, вот эту вот книжку, называется она из сосуда своего, самая последняя моя наработка, вы можете почитать это в большей степени, в большей степени научный труд, который, так сказать, я исследовал, куча различного материала, куча, понимаете, я сам, когда вот сейчас смотрю, сколько было проделано работы, который на, значит, должен работать на здоровье. Там и древние методики, и современные.